Здравствуйте, это реальные новости. Мы рассказываем о том, что происходит в Беларуси и если вы еще не подписаны на наш канал, то сделайте это прямо сейчас. На канале Страна для жизни, кроме новостей, выходит еще интервью и даже развлекательные эфиры. Такого больше ни у кого нет. И мы будем рады, если вы поделитесь этим видео, поставите лайк и оставите свой комментарий. Все это помогает нам расти и мотивирует нас, а мы, надеемся, мотивируем вас. К новостям. Погнали! Сегодня Рождество отмечают католики, униаты, протестанты, а также некоторые православные церкви, которые живут по Ново-Юлианскому календарю. 25 декабря государственный праздник более чем в 100 странах мира. После четырех месяцев изгнания в Минск вчера вернулся глава католиков Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Встречали его тепло и аплодисментами. Кондрусевич возглавил праздничные службы сегодня, 25 декабря, а также в четверг, 24 декабря, митрополит Кондрусевич записал рождественское поздравление для белорусов. Я уносовую благословление у имя Отца и Сына и Духа Святого. Извечаю наших праздников. Делюсь я с вами оплаткой. Примечательно, что традиционного поздравления католического митрополита утром 25 декабря по телеканалу «Беларусь-1» не было. Вместо него рождественскую программу оздобили главой Белорусской Православной Церкви и обозначили в сетке вещания, это как слово митрополита Вениамина на День памяти святителя Спиридона и епископа Тримийфунского. Напомним, что в Беларуси, кроме православных, есть еще и католики, которых в стране почти 15%. Государство в этом году использует религиозный фактор как никогда ранее, причем использует для разжигания розни внутри страны. Из-под усов назначившего себя главой государства звучат оскорбления в адрес католиков, а представители католической церкви подвергаются репрессиям. На этой неделе увервавший в свое всемогущество тайный инаугурант назначил нового уполномоченного по делам религии и национальностей. Им стал бывший заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак. Государство все глубже просовывает синие пальцы в дела религии, а библейские законы, естественно, в правильной интерпретации в головы школьников. Министерство образования решило снова перекроить учебные планы и вынесло на обсуждение пару предложений, среди которых есть предложение с включением основ православной культуры в программу на обязательной основе в 3-4 или в 5-6 классы. В 21 веке в одной IT-стране предлагается в школах пожертвовать астрономией и черчением в пользу основ православия. Готовьтесь, родители, сдавать не на шторы, а на храм. Раба Божья Наталья Эйсман в своем телеграм-канале опубликовала обращение четырех конфессий Беларуси с призывом «забыть все обиды и строить наш общий дом снова вместе». Можно было просто разместить «если ударили по одной щеке, подставь другую». Есть еще такая заповедь «не уби». Но ее почему-то никто не вспоминает, а некоторые даже утверждают, что убивать это нормально. Вчера, 24 декабря, Наталья Качанова на встрече с представителями физфака БГУ на просьбу высказаться в убийствах участников протестов привела пример Узбекистана, где, с ее слов, убили полторы тысячи человек. А в Беларуси смертей всего несколько. То есть Качанова признала факт убийств, а ни одного дела по этому факту до сих пор не заведено. Когда представители выпускников подняли тему фальсификации, Качанова стала отрицать наличие 6000 фальшивых протоколов. Акцентировала внимание на досрочное голосование, где якобы за бывшего проголосовало 41%, а 9 августа за него доголосовали. У Качановой нет сомнений, что он набрал больше 50%. Погодите, погодите. Так ведь дамочка из ЦИК сообщала про 80%. Еще пару месяцев и не будет сомнений у Качановой, что за самоназначенного проголосовало всего 3%. Вчера, 24 декабря, перепутав Пасху с Рождеством, в информационном поле воскрес Балаба и первым делом отправился на детский праздник в Радашковичи, в УПК, детский сад, средняя школа, чтобы поздравить детей с наступающим Новым годом и отвез в подарок остатки коронавируса. Там же пообещал, что всем воздастся по заслугам за участие в мирных протестах. Естественно, добавив, что протест сдувается. Но если вечером, даже в будний день, посмотреть в окно, то становится понятно, что Балаба, даже выйдя из больнички, продолжает находиться в изоляции. Жилья, беларусь! Жилья, беларусь! Один! Один! Девятый город! Девятый город! Пора менять! Высоедините вирус! Пора менять! Высоедините вирус! Пожелаем Новый год, чтобы победил народ! Беларусь и ураган! Бойся тапок таракан! С Новым годом перемен! С Новым годом перемен! Жилья, беларусь! Жилья, беларусь! Сегодня главный гастролер приехал в детскую инфекционку, вручил подарки пациентам и объяснил, зачем гастролируют по медучреждениям. Это стиль моей работы на протяжении четверти века, уборочная поселная компания, я у крестьян, проблемы в зоне промышленности, я туда, надо что-то продать, я за границу. Да-да, мы помним эту встречу по продаже Беларуси в Сочи. Сегодня самая большая проблема нашего общества, это болезнь наших людей, как и во всем мире, слава богу, я не устану это поутарать, нас он еще немножко пожалел и жалеет. Нас жалеет официальная статистика, которой велено не показывать истинные цифры по заболеваемости и смертности. Гастролер, кстати, в инфекционном отделении был без маски, равно как и его сопровождающие, которые, в свою очередь, не меняются от отделения к отделению от дворца к елке. Друзья, это даже не 3%, а 5 человек. Они то на экскурсии во дворце, то за своим кумиром по концертным, в смысле, по больничным палатам ездят. Вот они. Одни и те же люди. Компания Дана Астра, это та, которая входит в группу Дана Холдинс, выпустила занимательное новогоднее обращение. По тональности оно напоминает речь первого президента России Бориса Ельцина 1999 года. Сначала компания, как положено, поздравляет всех с праздниками и рассказывает, чего добились за минувшие 36 лет работы на строительном рынке. Затем сообщает, что уже вышла на финишную прямую по возведению комплекса Парк Челюскинсов, который сдадут в следующем году. А проект Minsk World и вовсе уже завершила. А дальше говорится вот что. На этом компания Emirates Blue Sky и Dubai Water Front, входят, которые в структуру Дана Холдинс, напомню, завершают свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций. Почему компания приняла такое решение, она не объяснила. Но известно, что из-за связи с Лукашенко Дана Холдинс попала в третий пакет санкций ЕС. Владельцы Дана Холдинс, Дана Астра поддерживают близкие отношения с человеком, который назначил себя президентом в Беларуси. Американская фирма GCD Venture Studios прекратила сотрудничество с Sinesis, потому что белорусская IT-компания попала под санкции Евросоюза. В прошлом году GCD стала партнером Sinesis, чтобы помогать той в продвижении ее системы KaiPod на рынке США. Однако после попадания Sinesis в санкционный список ЕС, ее взаимодействие с американской организацией было остановлено. Об этом сообщил основатель GCD Venture Studios Гэри Фаулер, добавив, что его фирма решительный сторонник гражданских и политических прав. ЕС ввел ограничения в отношении Sinesis, поскольку еврочиновники считают, что IT-компания предоставляла белорусским властям платформу для видеонаблюдения, которая позволяет искать и распознавать лица протестующих. Разработанная Sinesis программа KaiPod – часть республиканской системы мониторинга общественной безопасности. С помощью специализированного программного обеспечения можно найти интересующего человека, лишь загрузив фото и сразу же узнать, где и когда этот человек был замечен. Недавно инициатива ByPol сделала заявление, что KaiPod использовалась для задержания анархиста Николая Дитка. И еще немного санкций. Счета санатория «Беларусь», который находится в литовском городе Друзхининкай, заблокированы в литовском Светбанк. Это связано с введением Евросоюзом новых санкций в отношении Беларуси. Санаторий входит в бизнес-империю, оказавшегося в черном списке ЕС управления делами президента Беларуси. В санатории Беларуси работают почти 400 человек. Руководитель учреждения пожаловался, что из-за ареста счетов использовать деньги компании стало невозможно. Хотя для абсолютного большинства ее сотрудников это единственный источник дохода. Вот так вот от режима страдают не только беларусы, но и литовцы. Между Газпромом и белорусским правительством был подписан протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в будущем году. Уровень цен на газ на предстоящий год практически на уровне этого года, но значительно ниже, чем предусмотрена формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, которое подписано это соглашение было в 2011 году. Так сообщила пресс-служба Минэнерго Беларуси. Что те, кто думают, что говорят от лица белорусского народа, пообещали взамен на такие льготы, неизвестно. Друзья, мы постоянно напоминаем вам о том, что ваша поддержка очень нужна политическим заключенным. Сегодня стало известно, что создателю телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику продлили срок содержания под стражей на три месяца, до 25 марта 2021 года. Лосик держит голодовку с 15 декабря и, судя по его письмам, прекращать ее не планирует. «Я готов умереть, но не сдаться, готов долго мучиться, но ломаться я не собираюсь», — пишет он. Павлу Северинцу продлили срок заключения до 20 февраля. В застенках политик безвыходно находится с 7 июня. Списки политических заключенных, адреса, по которым им можно и нужно писать, можно найти на сайте правозащитного центра «Весна». А под этим видео, вот под этим видео, можно найти адрес, по которому можно отправить ваши письма и открытки Сергею Тихановскому, который находится за решеткой уже полгода. Обязательно вкладывайте в конверт еще один конверт с обратным адресом. Друзья, синоптики предупреждают о гололедице в ближайшее время. В ночь и утро субботы объявлен оранжевый уровень опасности. Друзья, будьте осторожны во время прогулок. Поддерживайте друг друга за руку, под руку и морально. На сегодня все. До встречи. Только вместе мы сможем построить страну для жизни. Стоп, таракан. Продолжение следует...